Алёшины сказки Сказка первая Лавочка Жили-были дед да бабка На своём хуторке Блеснаселённой деревушке Жили, не тужили Сами по себе Наслаждались покоем и природой Одним словом, в радости И часто мимо них ходили жители деревни, что рядом Кто в лес за грибами и ягодами А кто по делам в другую деревню Стояла у тропинки на входе в лес лавочка Дед как-то захотел, да и поставил Да такая ладная она получилась Что редкий путник с той поры Прошёл мимо той лавочки, не присев Волшебство, да и только Идёт человек мимо Да сядет Посидел и снова пошёл по делам Да только многие, кто в другую деревню или город направлялись Почему-то шли обратно домой Чудно прямо Но немногие то замечали А вот мальчишка, что жил на окраине деревушки Приметил И стало ему жуть как интересно Отчего так? В одно утро Пришёл он к деду Встал и смотрит через изгородь Забора в то дед не ставил вокруг дома Так, название одно Изгородь По пояс выходила Да только не помнит никто в той деревне Чтобы кто-то из деревенских или приезжих Её переступил Подойдут Посмотрят Да стоят как вкопанные Будто сила какая-то не пущает Да и вроде как видно И двор, и дом И нет необходимости лезти через изгородь-то Однако видно Непростая изгородь была Ну да в другой раз о том Вышел дед из дому Да такой силой от него повеяло Будто и не дед перед ним А богатырь былинный О которых в сказках рассказывают Малец обмер весь от неожиданности Будто ноги в землю вросли по колено Но, как говорят в народе Взялся загуш Не говори, что не дюж Мальчишка поздоровался с дедом На Руси всегда принято было здоровье Сперва человеку пожелать А потом уже и расспрашивать Или сказ свой сказывать А как спросить? Не знает А дед знай усмехается в бороду Будто его и ждал Ну, заходи, внучек Видно, дело важное тебя привело Раньше-то на Руси матушки Все родными друг друга считали Оттого и называли себя Народ То есть наш род Сели они за стул Дед самовар поставил За чаем-то всегда веселее Беседа да душевнее Ну, сказывай, говорит Ну, тут и выложил ему молиться Как вот так, говорит лавочка волшебная Что ли у тебя, дедушка Отчего все на нее садятся А потом те, кто в город собирался Обратно идут Да не просто идут А еще и радостные такие А кое-кто и песни поет даже Усмехнулся дед Погладил бороду Да и спрашивает А ты сам-то сидел на той лавке Нет, не сидел Отвечал молец Значит, храбрости прийти Спросить ты набрался А до лавки так и не дошел Так я думал, секрет там какой-то Секрет, говоришь, засмеялся дед Секрет есть Да только секреты открываются тем Кто их открывать пытается Вопросы сам себе задает Они просто расспрашивают о них Ну да ладно Что же, на окраине живешь? Да, в самом крайнем доме Так это и хорошо даже, что в крайнем Давно живу я здесь, внучек Но никто до этого дня Меня не спросил о лавочке Неинтересно никому в деревне Дел много У всех Очень быстро живут там То одно, то другое отвлекает Думать-то некогда Что под ногами не видят А ты на окраине И вон какой наблюдательный Оказался Пойдем, посмотрим на лавочку вместе Может, примесь, из чего другие не видят С того и началось Знакомство мальчика Алеши С очень непростым дедом Долго ли, коротко ли Пришли они к лавочке Стояла она Аккурат возле раскидистой ели Во многих деревнях Так принято было к слову сказать Присели Тут дед возьми Да и спроси Зачем мы пришлись с тобой сюда? Как зачем? Растерялся Малец За секретом Ах да Секрет, секрет А давай сначала вокруг поглядим Что видишь? Задумался Малец Об этом он как-то и не подумал Что вокруг глядеть надо Он-то думал О лавочке только Ну Как что затянул было он? Да ты не стесняйся Что видишь То и говори Не криви душой Но Руси душой кривить не принято Как есть Так и молви Лес вижу Тропинку Трава вот зеленая Ёлка вот возле лавочки растет А слышишь что-нибудь? Лишь ухмыльнулся в бороду дед Птички в лесу поют что-то Ручеек вот рядом журчит Хорошо тебе тут сидится Что душа тебе говорит? Продолжал улыбаться дед И тут Алеша почувствовал Что красивее место Он в жизни своей Еще не видел Будто все вокруг ожило И стало таким родным Будто лес Который вела тропинка Это вовсе не лес А люди великаны Которые приветливо машут Ему своими руками с листьями И все они Такие же разные Как люди в его деревне А птицы Поют свою песню Не просто так А приветствуют его И почему-то Радуются просто тому Что он есть Алеше Стало так от этого Радостно Что он будто Стал легким Как пушинка Казалось Что он мог бы сейчас Взлететь вместе с птицами Ветер ласкал его волосы Будто кто-то такой родной И тут Ветер отогнал облако Которое до сих пор Закрывало солнышко И солнышко тоже Улыбнулось ему От этой улыбки Стало так тепло и уютно Что он понял Что место Где так хорошо Наверное нет больше нигде И найти что-то лучшее И роднее Просто невозможно А вернее Это просто не нужно Потому что все уже здесь Вокруг Вдруг он понял Что не ощущает себя собой Будто он растворился В том, что было вокруг Стал частью всего Будто он был таким же великаном Как деревья И вместе с тем легким Как перышко Эй, малец Прозвучал где-то далеко Голос деда А-а-а Это все, что он мог сказать А рот его остался открытым А про лавочку-то ты не забыл? Он все еще улыбался Но уже как-то по-другому Будто посмеивался над ним Будто это не сам малец Увидел все вокруг А дед, как художник Как художник нарисовал картину В которую можно было войти И пощупать все, что в ней было Будто это был тот же знакомый Но совершенно другой мир И он был там хозяином Было ощущение, что он может изменить там все, что захочет Про лавочку Про лавочку Лишь повторил его слова малец Ну да, мы же сидим на ней Секрет Помнишь? И тут Алюше вдруг стало ясно Что секрета вовсе и нет Дело совсем не в лавочке Вернее, она была настолько удобная Что о ней он перестал думать Как только сел В то же время Она была настолько простая и красива Что удержаться и не сесть Было просто невозможно Она будто манила к себе Будто от нее исходила какая-то сила Может потому, что она была сделана Из простых удобных дубовых досок Но когда ты садился То тебе открывался Настолько завораживающий вид Что о лавочке ты больше не вспоминал На тебя будто накатывала волна образов В них вроде и не было ничего нового Просто пока шел Ты их не видел Все было так просто Наверное, нет никакого секрета Предположил малец Как посмотреть? Ответил дед С одной стороны Лавка, да и лавка Стоит у дороги Идет себе мимо человек И мысли его с ним идут куда-то И вдруг Замечает он простую лавку А лавки, как известно Чтоб на них сидеть Вот подошел он и присел Закрыл глаза И мысли его остановились Открыл И на мир словно заново посмотрел Другими глазами Будто до этого он плыл по реке мышление И у него одна голова торчала А картинки так и мелькали перед глазами Да быстро все, что и сообразить не успеешь Цели, планы и так далее А вот он нырнул с головой в эту реку И увидел там что-то Каждый свое там увидит Вот это называется Выйти в разум Разум решает только существенные задачи Его задача увидеть основы Самую суть Оттого в русском языке Есть существительные То есть существенные слова Отвечают они на вопрос Кто? Что? А что увидел путник, когда сел? Красоту Да и только Природу нашу прекрасную На Руси Доброе слово не случайное Если у нас род Родные люди значит А природе все, что окружает тот род Вот и получается Что природа Это нам родное Такое же, как близкие люди А возвращаются люди Не потому, что я силой их возвращаю Силу и ту с умом использовать надобно Чувствуют они Что роднее ничего не найти И суета их в основном пустая Все, что ищут они здесь уже Жизнь сейчас и здесь Они в другом месте неведомом Места такие Где человек особенно хорошо Начинает чувствовать Называют места силы В таких местах люди Разное чувствуют В них душа раскрывается Дедушка Так я-то глаза не закрывал Ты малец смышленый Глаза закрывать тому надо У кого очень не видят уже ничего И покоя в голове нет Очевидные вещи не замечают люди теперь Не видят То, что ты увидел Видит не каждый Это увидеть может только тот Кто в ладу с собой В ладу человек Значит, душа его разворачивается И чувствует все Потому мы и говорим Со-чувствие Со-переживание Человек с другим Душой соединяется Единым с другим человеком Или природой становится Отдавать начинает Душа ведь она у всего есть Даже у лавочки этой Ее ведь я делал Вот свою душу и вложил А если нет лада То человек в напряжении Всегда телом или умом А значит, душа его сжимается Вот он и тянет к себе все Ну и боится он Так она и вовсе в пятки уйдет Что и ног не поднимешь А когда душа раскрывается Спросил Алеша Молодец ты, Алеха Вопросы умеешь задавать Вот в другой раз приходи Самовар поставим Сам на все и ответишь На том дед встал и пошел к дому А малец посидел еще немного А потом тоже пошел домой Напевая песню без слов Которую раньше вроде и не слышал Но мелодия ему была Будто родная На Народном славянском радио Вы слушали сказку Лавочка Из книги Алешиной сказки Читала Елена Удалова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова